Здравствуйте, уважаемые наши ученики, уважаемые наши слушатели. Сегодня я буду говорить о теме, как с одного доллара сделать миллион. Я вообще эту конференцию люблю, вообще это международная наша конференция. Мы проводим его уже с 2009 года, проводим конференции, но у нас темы абсолютно разные, каждый год разные темы и так далее. Но почему-то именно вот эта тема, как с одного доллара делать миллион долларов, я его провожу уже в наших международных конференциях уже, получается, второй раз. Почему? Потому что на него очень большой спрос. Много людей пишут нам на него большой спрос. Когда мы иногда анализируем, посмотрим, на какой из них больше всего спросим его делом. Салима и Карим Саков. Пожалуйста, наверное, это у вас у двоих только эхо, у других нормально, поэтому, пожалуйста, посмотрите колонками, либо перезагружите заново, зайдите, скорее всего у вас будет нормально. Администрация, помогите людям, которые иногда нуждаются что-то делать и так далее. Кто из администрации, само здесь сидите, пожалуйста, налички пишите людям, помогите им. Хорошо. Будем говорить о том, что вообще конференцию каждый год мы раньше проводили в Иссыкуле. Иссыкуле проводили. В этом году мы будем провести его в Алма-Ате с 1 по 5 июля. Я рекомендую вам, если вы являетесь человеком, который ищет способ, с чего начать, ищет способ, как накопить деньги, ищет способ, как свой доход приумножить, ищет способ, как управлять свой капитал, чтобы со временем стать миллионером, вот такие люди, я рекомендую обязательно в порядке посвящать эту конференцию, потому что это открывает вам новую дорогу, это открывает вам видение, как пойти, куда пойти, что делать и так далее. Финансовое положение, оно важно для любого человека. Если вы осознаете, напишите мне двадцатку, кто из вас считает, что ваше финансовое состояние важно для вас, или вам все равно, какой уровень будет ваше финансовое положение, или вы все-таки осознаете, что ваше финансовое положение – это важно для вас, для достижения вашей цели, для достижения качества жизни, который вы хотите, для уровня, который вы хотите достигать. То есть получается, что вот это ваши, другими словами, если так посмотреть, вы осознаете, что качество вашей жизни, которую вы мечтаете, Она, соответственно, связана с вашим доходом, и чтобы это хороший доход был, у вас нужно иметь, то есть, чтобы хорошее качество жизни было, нужно иметь хороший доход. А чтобы хороший доход был, нужно знать, как это организовать, как это делать. Вот. Поэтому это все взаимосвязано. Вот, все взаимосвязано. Вот в таком духе, дорогие мои. Тогда будьте готовы. Сегодня это не основной тренинг, это форум будет в Алма-Ате, то есть это конференция. Но сейчас мы будем говорить, о чем мы будем рассказывать. В течение полчаса или сорок минут я буду рассказывать о том, о чем мы будем говорить в этом конференции и как это классно проходит и так далее. Как это все, на каком уровне проходит обычно и так далее. Вот такие форумы мы проводим. На данный момент наша компания, возможно, вы знаете, возможно, вы не знаете, на данный момент мы уже более 1 317 000 человек посвящали наши семинары, тренинги. 334 учеников индивидуально учатся у нас на данный момент. 45 долларов и миллионеры за 6 лет воспитали наши школы. Вы можете спросить, если тема, как с одного доллара сделать миллион долларов, насколько это реально и насколько это правда? Вот она правда. Мы же это говорим не как идея, не как мнение, не как это. Вот она факт. Думаю, что на рынке мало кто может сейчас на данном этапе, мало кто может гордиться своими достижениями, мало кто может на данном этапе гордиться своим достижениями, что столько лет компания существует, сколько лет компания живет и какие достижения уже есть в компании. Обычно мало кто так могут гордиться, а мы действительно можем гордиться этим, потому что у нас есть столько хороших учеников и так далее. Я помню однажды мне Мы задавали вопросы у разных богатых людей, разные достижения у разных богатых людей, например, разные либо хобби, либо обидчи и так далее. Например, кто-то из них коллекционирует часы, кто-то коллекционирует картинки, кто-то коллекционирует породу лошадей, у кого-то там модель машины, там разные машины и так далее, и так далее. И мне задавал вопрос, сказали, а что у вас есть? Я сказал, я свою жизнь вкладывал, инвестировал, потратил на своих учеников, и рядом со мной могут стоять сотни благодарных и, наверное, несколько тысяч, может быть, несколько сотни тысяч благодарных людей, и очень много достойных учеников, которые дошли до благодарных учеников, до уровня миллионера и так далее. И этим я горжусь. Это наша сильная страна, это то, что у нас хорошо получается, даже от должников воспитывать, вырасти миллионеров. У меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, сколько миллионеров в дальний момент в мире? Миллионеров и миллиардеров. Как вы думаете, сколько в мире миллионеров и миллиардеров? Более 50 тысяч. Кто-то еще не знаю, кто-то еще очень много. Несколько миллионов. Не знаю. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Вот. Вот. Знаете, это очень-очень важный вопрос. Один из самых, наверное, необходимых вопросов или очень важный вопрос. 20 процентов, 500, примерно, тысячи и так далее. Вау. Ну и, судя по всему, я понял, что вы, наверное, не владеете информацией, поэтому так говорите. На самом деле в мире огромное количество миллионеров и миллиардеров. Огромное количество. Я не помню, по-моему, больше две тысячи миллиардеров. Если не ошибаться, 50 чем-то тысяч. А, 50 чем-то миллион миллионеров. Вы представляете? 50 чем-то миллион. 52, что ли, или 54 миллион миллионеров? Представляете? Вы представьте на минуту. Это не один человек, не два человека, не 10 человек. 52, или 54 миллион, по-моему, человек-миллионер, мультимиллионер. А вот давайте подумаем теперь мы с вами. Если 50 миллион люди могли стать миллионерами, значит, это возможно? Или это дело случайности? Как вы думаете? Или все-таки это реально? Это стратегия? Это тактика? Это конкретные шаги? Значит, люди смогли это сделать. Значит, это можно. Значит, это реально. За это того стоит. Вот. Вот она. Если вы действительно хотите добиться успеха, хотите стать миллионером, почему бы не попробовать? Я не говорю, что это легко. Но я говорю, что это возможно. Вот она. Миллиардеров больше 2153 человека. Да. Значит, я не ошибался. Что где-то более 2000 миллиардеров. Вот она. Представляете? 50 чем-то миллионов человек-миллионер. Представляете? Если 50 чем-то миллион человек стать миллионером, значит, любой из вас может этим стать. Абсолютно. Любой из вас может стать. Ребята, я здесь провожу сейчас семинар. Вот здесь, в этом зале. Здесь больше 100 чем-то человек. Одну группу закончили, уехали. Вторая группа, там 130 чем-то человек. Закончили, уехали. Каждые два дня. А завтра начнется третья группа. Здесь очень много людей. Со всего мира здесь. С Латвии, Эстонии, с Украины, с Россией, с Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, с Америки. И очень много людей здесь. Они все учатся. Половина – это зал, все миллионеры, ребят. Честно скажу вам, половина – это зал, все миллионеры. Одни миллионеры тут учатся. Половина – зал. Они учатся, они развиваются, они стараются. Поэтому у них есть хороший результат, и поэтому у них есть хорошее достижение. Что вы можете узнавать в конференции? Что вы можете узнавать в конференции? Внимание обратите. Вообще, 21 век – это век чемпионов. Это век чемпионов. Что это означает, что это век чемпионов? В своем сфере надо стать чемпионом, тогда вы станете миллионером. Я повторяю. 21 век – это век чемпионов. В своем сфере, в своем направлении надо стать чемпионом. Если вы станете чемпионом в своем сфере, Аллах даст, иншу Аллаху, вы просветаете очень хорошо. Просто надо стараться в своем сфере стать чемпионом. Стать чемпионом в своем сфере – это необходимо сейчас на данном этапе. Вот. Понимаете? В своем сфере надо стать чемпионом. Повторяю еще раз. В одном сфере, где вы занимаетесь, чем вы занимаетесь, в этом сфере надо стать чемпионом. Тогда вы добиваете самых больших результатов, самых больших успехов. Просто надо, чтобы вы в своем сфере были чемпионами. Вот. Конференции, о чем мы будем говорить? Мы будем говорить, как разработать стратегию план на миллион. Вы можете мне сказать, что в вашем работе это невозможно стать миллионером. Я не верю. Знаете, как будут проходить наши конференции? Я буду давать много шагов, как это делится. Потом буду давать стратегию, как надо разработать на миллион. То есть буду объяснить, буду показывать и так далее. И самое важное, по окончании этой конференции, по окончании этого урока, по окончании этой конференции, у вас будет с собой расписанный план, расписанный план, как с того точки, где вы находитесь, можно дойти до миллиона. А вы это будете писать. Я даю алгоритмы, вы это будете писать. Потом мы будем делать разбор многие там люди, которые писали. Я буду помогать корректировать несколько из них, как в виде пример, чтобы все люди могли понять, как это делается. И самое важное, я прямо буду поднимать из зала любого человека, неважно, любой профессии, и для него будем разработать, показывать, как это делится для этого человека. То есть получается, что из любой точки жизни, из любой точки жизни, мы будем показывать, как можно стать миллионером при любом доходе и любой, чем тебе не заниматься. У меня к вам вопрос. Кто из вас умеет зарабатывать один доллар? У кого? Один доллар. Можете зарабатывать один доллар. Да? Всего один доллар. Вы согласны с тобой, что любой из вас это умеет делать, и любой из вас имеет доступ на это? Так или не так? Да? Так? Если вы умеете заработать один доллар, тогда так, что будьте уверены, что вы можете зарабатывать и миллион долларов. Только вам надо просто иметь теперь уже план, как это делать. Стратегический план, как это делать. Вот это мы покажем. Любой человек, который научился один доллар зарабатывать, его можно научить, как зарабатывать миллион. У меня к вам вопрос. Кто из вас умеет писать, читать? Кто из вас умеет писать, читать? Вы умеете писать, читать? А есть среди вас кто-то, кто не умеет писать, читать? Скорее всего, почти что не бывает такое. Ну нету такой человек, который не умеет писать, читать. Ну нету в современном мире. Согласны? А теперь вопрос. Вы научились писать, читать? Значит, если захотите, можете научиться стать миллионером. Вот вы научились писать, читать? Точно так же вы можете научиться стать миллионером. Возможно, это противоречит ваше сознание в дальний момент. Возможно, это противоречит ваше убеждение, ваше воспитание. Возможно, это противоречит. это понимаю возможно это противоречит то что вам всегда долбили в голову сказала что а если бог не дать и не станешь а я вам скажу бог уже дал потому что он дал вам жизнь доказательства того что бог дан он уже дал вам жизнь и дал он вам разум и дал он вам определенную способность вот как если он этого давал вам а все остальное будет но понимание это когда происходит мы это сделаем понимание это если происходит понимаете вот что этим я хочу сказать этим я хочу сказать что как можно научиться ездить на волос 5 как можно как бы научились вами писать и читать точно так же можем научиться как заработать миллион главное просто это стремится к этому делать этого вот она вот это очень очень важная вещь поэтому в голове держите такую под такой подход что всему можно научиться я повторяю всему можно научиться всему можно научиться держите вот эту идею в голове что всему можно научиться когда вот это все держите в голове что всему можно научиться одно 주는 воды справиться Если вы планируете, готовитесь к этому, вы к этому придете. Поэтому я не говорю, что вы достигаете такого уровня, как он. У вас будет свой уровень. Вы достигаете свой, вы раскрываете свой потенциал, вы достигаете свой предел возможностей, которые вы ставили перед собой. Каждый достигает свое. Каждый достигает свое. Понимаете? Это очень-очень важно. Каждый достигает свое. Мы будем, в общем, говорить о чем? Мы будем разрабатывать с вами в процессе учебы, вы будете разрабатывать стратегию, которая поможет вам зарабатывать миллион долларов. Вы разрабатываете эту стратегию. Прямо в зале. По окончании, когда вы уходите домой, у вас должно быть в руках вот такой план, по которому надо чем заниматься, чтобы заработать свой первый миллион. И самое интересное, вы это будете разрабатывать исходя из того точки, где вы находитесь сейчас. Это не фантазия, это не какой-то просто мечта. Нет, нет. Это не так. Вы будете это разрабатывать, исходя из того точки, где вы сегодня находите точку А, а точка Б это миллион. Поэтому, если вы умеете зарабатывать один доллар, значит, вы умеете зарабатывать и миллион. А мы это покажем, как это делать. Будем говорить, как выбрать перспективное направление на рынке. Почему? Когда человек станет успешным, богатым. Я этот секрет хорошо понял, потому что обучал многих людей, и много миллионеров я вырастил с помощью Аллаха. Этот секрет мне хорошо поняли. Сами подумайте на минуту. Если вы однажды воспитываете, вырастете хорошего шеф-повара, а два раза, три раза, десять раз, значит, вы поймете, как это научить. А когда вы сами миллионеры, вы сами построили это все, и этого обучали других. Вообще круто, вообще классно. Если вы сами построили себе дом, и что научились многих людей, как построить дом, значит, вы можете в любой момент по этому поводу давать правильные советы. Вот. Мы будем говорить, как выбрать перспективное направление, как распознавать перспективное направление. Оказалось, люди станут богатым только в одном случае. Послушайте внимательно. Если ты готов, ты готов. Ты готов для себя, как спортсмен для вступления в чемпионате, ты готов для себя годами. И когда возможности попадают, возможности, вот какие-то отрасли растущие, какие-то возможности появляются на рынке, например, и соответственно, возможности, когда появятся, а ты готов. Когда ты готов, ты можешь эту возможность, используя, разбогатеть. Но если ты не готов, ты не можешь это сделать. Если ты не готов, ты не можешь это сделать. А это проблема. ловили поэтому готовьте себя постоянно каждый день с надеждой живите работайте над собой у себя в голове выращивайте повторяю в голове вы и в сердце вот сюда свои надеждах воспитывать и выращивайте того кем вы мечтаете то образ жизни которыми мечтаете агани спрашивает а как я узнаю что-то готов это ты не узнаешь никогда вы не узнаете это а это жизнь покажет возможность появился вы поймете если вы готовы и возьмете делать если вы не делаете значит вы не готовы понимать ребята ничего не писать чате чате не пишите вы не одни тут почти 150 чем-то человек здесь не пишите в чате внимательно послушайте от этого будет у вас больше польза а когда договорю вам задавать вопросы тогда сдавайте вопросы тогда будет правильно иначе у каждого из вас в голове происходят разные мысли и каждый из вас будут писать и тогда от этого ничего хорошего уловили то есть вы отвлекаете себя и другим слух думать нехорошо я дам вам время для вопросов и вопрос задать я отвечу на вопрос вот даже бека заблокирует чат ты права так будет правильно так мы можем управлять поведение людей правильно его заблокирует а потом расскажу откроешь когда-то вот вот внимание брать это для того чтобы люди качество научились вот внимание брать значит от направлений которые вы выбираете зависит очень много какое качество направление вы выбираете от этого зависит очень много если вы выбираете хорошее направление вы будете разваться хорошо если вы браете плохое направление и другими словами если направление которым могут генерировать деньги а из направления которые уже не могут например если вы зайдете на который чрезмерно насыщенный, он идет в спад. Соответственно, если он идет в спад, рост не будет у вас, вы не будете зарабатывать на это. Люди зарабатывают не потому, что они умные, люди зарабатывают потому, что они поняли перспективное направление и грамотно смогли под него построиться. Поэтому вам надо понять вот эти вещи, а для этого надо постоянно учиться, постоянно учиться в тренингах, семинарах и так далее, чтобы понять, готовить себя и ждать, когда появляется. Возможно, это похоже скакун, который бежит, скакун. А если вы готовы, вы можете поймать и бросаться на него, сидеть, а дальше он будет скакать. И просто ваша задача уметь держаться хорошо, а дальше он сам будет скакать и двигаться. Вы же не бегаете, лошадь бегает, скакун бегает. Вот-вот-вот, вот-вот, вот-вот, вот-вот похоже на это. Поэтому мы будем показывать самые ближайшие, перспективные ниши и как распознавать перспективные направления на рынке, на что надо внимание обратить, что делать. Вот эти вещи будем показывать. Они очень крутые. Потом будем показывать семь способов, как с одного доллара можно делать миллион долларов. Я буду привести огромное количество кейсов, огромное количество примеров, огромное количество результатов, как это делали наши ученики. Хотя, знаете, одна из сильных стран нашей системы в чем? К нам приходят люди, которые, например, миллионы и миллионы долларов в долгах. Два года назад ко мне пришел человек, который был около два миллиона долларов в долгах. Два года назад, может быть, два с половиной года назад. Да. Вот. Его зовут Азимджон. Он пришел, ну, в банкротстве, потерял свою хорошую транспортную компанию, логистику и так далее. И он был с партнером, у него было много проблем. И мы сидели, обсуждали. В общем, сейчас он у меня учится индивидуально. За это два года он долги закрыл. И сейчас у него месячный оборот больше миллион долларов заниматься логистикой. Три с половиной года или три года назад Диля пришла, Дилрабо, пришла к нам из Чимкента. Вечера она вступала здесь на сцене. Она сказала, что около 400 тысяч долларов было ее долги. Она вчера сказала сама. Около 400 тысяч долларов были долги и проблемы. Она сказала. А сейчас у нее, алхамдулла, такое, что она миллионер. 45 миллионер нашей системы это она. Она в этом году заработала миллион двести чем-то наличными. Вытащили эти деньги. Больше миллион двести. Представьте, три года назад она пришла и у нее была вот такая сумма долгов. Около 400 тысяч долларов долги, проблемы и так далее. Вот. Это одна из самых сильных вещей нашей системы. То, что мы даже из, неважно, с какой точки человек находится. Он в долгах или он средний доход имеет или он в дальний момент в каком уровне находится. Несмотря на все это, люди все равно могут стать миллионерами, если они правильные вещи делают. Мы показываем, как это делать. Дилы они поднимаются и станем миллионером. Вот такая картина. Вот. Исходя из этого, можно делать вывод, что значит, можно любому научить. Там будут семь способов, как с одного доллара сделать миллион долларов. Я буду показывать разные еще в разных отраслях, как это работает, как это делится. Разные способы, разные кейсы, разные примеры. Когда вы это услышите, когда вы это увидите, вы можете это делать любой из вас. Открывайте чат, пожалуйста. Как вы думаете, кто из вас верит в том, что иншолу, Бог даст, вы станете миллионером? Кто из вас верит в это? Вы верите в том, что вы можете? Вам надо делать намерение. Вам надо делать намерение внутри готовить себя к тому, чтобы стать миллионером. это очень хорошо. Поверьте моим словам, это хорошая жизнь. Это позволит вам лучшей жизни. Это позволит детей обучать в лучшей школе. Это позволит вам путешествовать. Это позволит вам, родителям, заботиться хорошо. Ребята, я не книжки читал, что это я говорю. Я знаю, о чем рассказываю. Это лучшая жизнь. В своем сердце выращивайте эту надежду. Я же не был миллионером. Я же прошел через долгах, через страдания, боль. Кто из вас видел мой фильм «Один на миллион»? Вы видели фильм? Но вы должны понимать, что путка успеха иногда немножко тренистая, иногда немножко скользкая, иногда сложная. Но это нормально для достижения успеха. Иногда бывает такое. Иногда не все идеально. Не все ваши ожидания вовремя выполняются. Бывает такое? О, Рамшель говорит, 15 раз видела. Рамшель. Вот, бывает. Когда вы пройдете и посмотрите фильмы и так далее, вы сами можете делать вывод. Как, что, чего и так далее. Поэтому, несмотря на то, что у меня не было шанса стать, кто я есть, вообще не было возможности стать, кто я есть. Это правда, не было возможности стать, кто я есть. Но я знаю одно, надо выбрать хорошую жизнь, надо выбрать правильные направления, надо выбрать правильные, правильные отрасли, правильную жизнь. И тогда ты точно станешь. И точно это станет возможно. Да, если даже что-то нелегко получается, не сдавайтесь. Продолжайте просто. Но не сдавайтесь. Вы проиграете только в одном случае. Если остановитесь. Если вы остановитесь, вы точно проиграете. Но если вы будете продолжать, вы не проиграете. Такое правило. Нельзя останавливаться. Просто надо продолжать. Вот, Мирзаев Хуршет, я это буду говорить в конференции, да, вот кто-то пишет, у меня нет денег на конференции, могу ли я кредит, да, возьми, я долг брал и пошел учился, а потом зарабатываешь, деньги вернешь. У казахов есть такая классная пословица, бери долг, женись, долг вернешь, жена останется. Поэтому все казахстанцы берут кредит и женятся, но ты лучший фрей учись, это правда, это правда, посмотрите, огромное количество, они не знают, в каком-то мере они правильно делают, просто слишком большая свадьба не обязательно, но в каком-то мере это правильно они делают, почему, потому что молодость зачем потерять, ждать, когда деньги будут, тогда женятся, это же глупо. Я лучше жену сейчас, только вернешь, жена останется, дети, молодость не уходит так. Если женишься, точно придется потом работать, чтобы семью обеспечить, правильно, иногда, знаете, вот, однажды один парень мне написал, я вот молодой, я студент, хочу разбогатеть, что мне делать, я сказал, женись. И он мне пишет, ну, знаете, говорит, я здесь студент, и у меня расходы, и я сам себе еще такой-сякой. Я сказал, женись. Он мне говорит, у меня же дифиг нет, как его содержать? И надо было посмотреть на его паника. Я сказал, женись. На пять раз, когда я ему сказал, женись, он просто потом мальчал, смотрит на меня, и не знает, что еще спросить. Я сказал, дело в том, что когда будешь жениться, и у тебя, и ты вынужден все делать. Тебе придется все делать. Тебе придется взять и пойти делать. И не сидит, не ноет и так далее. Я видел огромных парней, которые им, когда 23, 25, 28, 30 лет, 30 лет, и у него ничего нет. Потому что все то, что зарабатывает, тратит налево-направо. Друзья, гулянеры, рестораны, кафе и так далее. Так у него одну рубашку и одну, что не больше ничего как такого нет. Для одну крутой там портфель или что-то, портмонел. А почему? Потому что поздно жениться. Ты создай условия, создай, которые ты вынужден что-то делать. Вот Серик говорит. Хорошо, вот Серик, видите, я не верю. Это народная пословица у казахского народа есть такое. Поэтому, если ты меня спрашиваешь, можно ли, брат, что-то пойти учиться, я тебе скажу. Конечно, это же не долг, это же инвестиция. Ты вкладываешь свои мозги, а каждый доллар возвращается многократно. Вот так проходят наши конференции. Хочу показать вам, как это проходит. Очень много людей приезжает, вам понравится там. Там вы заводите своих друзей, вы там найдете очень много нужных людей. Вот Светлана пишет, я юрист, могу ли стать миллионером? Конечно, Светлана. У меня есть много знакомых юристов, которые дошли до этого уровня. У меня есть друг, который судья. Он был судьей. Юрист, судьей. Сейчас он миллионер. Это будут в Алма-Ате, ребята. Я сейчас показываю вам разные наши конференции. На нашей конференции обычно заверяется очень много людей. 200, 300, 500, 600. У нас самая большая конференция, по-моему, около 800, что ли, было, или 600 человек, что ли, я уже не помню. Мы проводим эту конференцию в год один раз с 2009 года. Каждый год проводим. Нет шахноза, в Ташкенте не будет. Каждое утро проходит клуб здоровья. Почему? Потому что это подготовка сознания, подготовка тела. Каждое утро очень важно, чтобы пройти этот клуб здоровья для восстановления духа, потому что ваш мозг, он активно работает, когда ваше тело бодрое, когда ваше тело энергичное. Вы, наверное, заметили, что если у вас тело слабая энергия или уставшие и так далее, мозг не соображает ничего. Мозг ничего не соображает. Да, Светлана, бываю. В Урале тоже бываю. Обязательно бываю. Это в берегу Секуль, видите, как классно. 6 утра занимаемся, это вообще бомба, ребят. Люди потом не хотят уезжать обычно. Это полезность, приятный отдых и работа и так далее. В 5 дней мы работаем. Мы ценим наш утренний клуб здоровья. Почему? Потому что человек это что? Это ваше тело. А ваше тело, смотрите, вот пожилой человек, посмотрите, пожилой человек. У него тоже есть сутки 24 часа, но нету силы, энергии, чтобы что-то делать. Но у него есть время, но нету силы, энергии. Поэтому энергия самое важное. Вам нужно много энергии. Да, туда приезжают люди, да, да. С детьми иногда приезжают, детей и так далее. А там детьми специально дадут, чтобы дети с семьей, муж с женой приезжают и так далее. Вот так проходит обычно. Это утренний наш клуб здоровья. Вот видите, как проходит на высшем уровне, классно. Видите, они разными футболками были. Так это означает, что они абсолютно из разных городов. Разные, я имею в виду, разные годы эти фотки. Потом иногда в яхтах этих проходят такие крутые конкурсы, вечеринки. Это радость же. Вот 2009, 2010, видят разные группы, 11, 12. Вот так каждый год проходит эта конференция. Огромное количество людей. Огромное количество людей, ребят. Вот так что я жду вас. Мы очень хотим вас видеть, что в наши конференции приезжали. Мы с радостью будем служить вам. Цена, кто-то из вас спрашивает, сколько это стоит. Цена стоит 500 евро. Это не так дорого. Это только за обучение. Организационные расходы здесь не выходят. Под слово организационные расходы, что мы имеем в виду? Это ваше проживание, питание, дороги и так далее, и так далее. Она туда не выходит. Здесь только обучение стоит. Но у вас есть возможность его хорошей ценой приобрести. Если вы до 20 мая приобретете себе, у вас будут более доступные цены и так далее. Организационные расходы они вам скажут ближе к этому. То есть вы можете написать в нашем сайте. Я даже не знаю, сколько эти администрационные расходы стоят. И так далее. Спрашивайте у нашей администрации. Они вам скажут. Поэтому вот такая картина. Туда вы долетите, до Алматы. До Алматы долетите. До точки сбора наших людей оттуда. Мы сами транспортом туда-обратно организуемся. И все административные, все организационные моменты. Все берет компания на себя. И вам говорят, где, когда, что, чего побывать. Добро пожаловать. Можете пройти, зарегистрироваться. Написать, где, что и так далее. Ребята, можете поставить страничку, где люди могут зарегистрироваться, чтобы... А вот она, жбек, бросай, да, красота. Вот, можете оставить заявку. Можете оставить заявку, регистрироваться. Если вы читаете, что вы заслуживаете быть миллионером. Если вы читаете, что ваши дети могут заслужить жить хорошей жизнью. Вообще, на самом деле, надо стараться быть богатым. Почему? Потому что, когда вы стараетесь разбогатеть, когда вы стараетесь помогать свою семью богато жить, вы этим экономите своим детям много времени, ребята. Если вы миллионером станете, если вы богатее станете, вы 30 лет, возможно, 25 или 20 лет экономите своим детям жизнь. Как вы это делаете? Просто они не будут с нуля начать, они начнут с того места, где вы фундамент, стартовый капитал создали для них. У них будет хоть что-то, куда двигаться, время экономить. Поэтому вы обязаны, если вы любите своих детей, свою семью, вы обязаны быть богатыми и так далее. Вот это очень-очень важный момент. Но сейчас люди иногда мне говорят, можно ли, послушая вас в Ютубе, стать успешным, богатым? Конечно, может. В Ютубе очень много информации доступна, открытым доступом и так далее. Но в Ютубе мы по чуть-чуть, по чуть-чуть дадим, понемножку, понемножку информации. Но в полноценных уроках вы получите в семинарах, тренингах и так далее. Или иногда некоторые люди говорят, я могу прочитать книги много западных авторов и стать миллионерами и так далее. Возможно, возможно, никто не игнорирует. Возможно. Но я вам скажу так. Прочитая книги людей, которые никогда не жили в ваших странах, прочитая книги людей, которые никогда не понимали вашу менталитет, это невозможно разбогатеть. Вы имеете дела не с теми финансовыми институтами, банковскими системами, рыночными условиями, которые эти люди писали эти книги. И, поверьте моим словам, 90% эти книги вы не можете практиковать. Вы можете идеи брать оттуда, вы можете оттуда понимание брать, мышление поменять и так далее, но их практиковать вы не можете. Потому что, возможно, то, что они пишут, на наших странах будет через 50-70 лет. Я не говорю, что нельзя читать эти книги. Надо читать эти книги. Но надеяться, что только прочитая их, вы станете миллионером, это нереально. Это невозможно. И, во-первых. Во-вторых, мир очень быстро меняется, время меняется, и постоянно все изменяется. Очень быстро меняется все. Даже посмотрите свой дом, свою квартиру. Ремонт, который у вас был 10 лет назад, она уже другая сейчас. Или, например, посмотрите, одежда, которую вы носите, модель другой. Телефон, который носит, другой модель. Машины, которые на улице ездят, они другие. Это что я хочу сказать. Мир меняется. А вы, если будете надеяться на то, что старые знания, которые у вас вспомогают, это невозможно. Это нереально и невозможно. Поэтому необходимо, чтобы вы, вот, необходимо, чтобы вы осознанно подошли к этим вещам. Что сейчас время для тех людей, которые хотят развиваться. А что такое 500 евро? Что можно купить за 500 евро? Напишите мне, пожалуйста, в этом чате, что можно купить. Нет, у нас только 2-3 курса на евро идет. Есть на долларах, есть на евро. Что можно купить за 500 евро? Один хороший дван, холодильник, волоспед, телефон и так далее. Напишите, напишите. Ноутбук, сотовый телефон, тур в Дубай. В Дубай можно за 500 долларов. Ну, нереально. Может быть, в Турции куда-то. Но Дубай очень дорогой город. Дорогой город. Очень дорогой. Ну, не знаю, наверное, какой-то несезон или какой-то. Вот. Теперь внимание обратите. Из всего того, что вы написали, из всего того, что вы написали, что из этих, то, что вы написали, изменит вашу судьбу и изменит судьбу ваших детей навсегда? Вы написали телефон, диван, кроват, еще что-то там. Ничего из этих. Ни одного из них не изменит вашу жизнь. Ни одного из них. Они всего сломаются, изнашиваются и придется их выкидывать. Понимаете? Пожалуйста. У вас есть выбор. Это накопить. Это 500 евро ложить в свои мозги, чтобы это изменит жизнь. навсегда. Принес вам то, то, что нужно. Что имеете в виду вынос? Кто-то из вас постоянно пишет поднимите руку. Понимаете? В зале мы попросим поднимать руку для того, чтобы понять, чтобы человек поняли или нет. А здесь мы попросим, чтобы вы писали в чате, чтобы понять или нет. Хорошо, Мунец? Хорошо, дорогой? Наверное, тебе не понимают, зачем надо поднимать руку. Поэтому сам не знаешь, что говоришь. Вот. В общем, сделали мне чай. Вот такая вещь. Вот. Я готов ответить на несколько ваших вопросов. Если есть какой-то не будет вопрос касательно конференции. Вопросы задавайте в тему конференции, пожалуйста. В Ташкенте будет, да, для предпринимателей, но не конференции. Эта конференция будет в Алмате. Это будут в Алмате, ребят, да. Где Салима? Где именно в Алмате будет? Честное слово, я название это пансонарь не знаю. Пожалуйста, администрация. А, вот она, Олимпик-центр. Айбулак Олимпик-центр, оказывается. Вот Жбек пишет. Ваш онлайн будет? Онлайн скорее нет. Все оффлайн. Оффлайн. А что можно начать, Алимпик-центр, если нет идеи? Сначала учись, идея потом появится. Сначала готовь себе учись, идея появится. Про недвижимость конференция пока нет, в будущем будет. Про недвижимость вы можете просто в наши сайты обращаться, они вам дадут, они вам дадут видео урок есть у меня, которое называется «Как стать хозяин недвижим при любом доходе». Или идите в форумы, которые будут в Алматы 15 мая. Там в форуме мы будем говорить, как инвестиции делать в недвижимость и как зарабатывать в недвижимости. Да, там будьте же она рожит. Там будьте жит. Вот с 1 по 5 числа. Там будьте жит. Там это классно же. Это же очень хорошо же. Алия, я это не знаю. Администрация вам напишет, я не знаю. Вот зайдите в ссылки, которые администрация бросает, вон там, наверное, и расходы все расписано. Когда будут новые книги, скоро, еще будут скоро, скоро видят книга «12 заповеда руководителя» и еще видят книги «Я инвестор». Два моих книги скоро видят. Я работаю над книгами, чтобы выпустить до конца года три книга видят. Книга «Я инвестор», книга «12 заповеда руководителя». Вот. Спасибо. Спасибо, Шахназа. Большое вам спасибо. Вот. Если есть вопросы еще по форуму, я готов ответить. Дорогие мои, не откладывайте свое развитие на потом. Не откладывайте, потому что жизнь, она быстро проходит. Спасибо, если человек безработный и не знает, чем за... Где она? Спасибо, если человек безработный и не знает, чем заниматься. Будет ли полезно пойти на конференцию? Конечно. Работу потом найдете. Потому что, когда знание есть, готовьте себя. Работа всегда есть. Работа не заканчивается, вы что? Работа всегда же есть. Работу не надо искать. Надо создавать рабочее место. Надо организовать работу. Мой муж плохо читает и пишет на русском. Он таджик. Можно ему? Будет ли полезная конференция? Конечно. Жанара, возьмите с мужем вдвоем и езжайте. Если что-то он не понял, вы помогайте ему. В свое время я же не понимал ничего. Ходил на тренингах, учился. Платил хорошие деньги. Иногда ходил в туалет и плакал от того, что больно было все это просто. Очень больно было. Что я плачу деньги, не пойму. Я даже 98%, 99% не понимал, что они говорят. Это в 96-98 годах. Я не понимал, о чем говорят. Но я платил деньги. Стоимость почти одной квартиры каждый тренинг. Никогда не забуду это. Никогда. Но это все помогло мне стать кем-то. Видите? Добрый вечер, уважаемые наставники. Я нахожусь в Стамбуле. Скажите, пожалуйста, будут ли проводиться какие-нибудь мероприятия здесь? Тут, как я знаю, много русских, русско-обычных. Да, русско-язычный много. Лейля. Очень много русско-язычных там в Стамбуле. Но пока, правда, давно не ввел в Стамбуле. Это полгода назад, по-моему, были в Стамбуле, а сейчас нет, давно не ввел. Сейчас мы Анталию основном проводим, потому что со всего мира сюда приезжают люди. Вот. Добрый вечер. Инвестиции с прибылью. Будет ли онлайн? Руслан, дорогой, возможно, будет, это к администрации обращайтесь, возможно, будет. Если вы в Казахстане, лучше летите офлайн, а если вы за границей живете, возможно, онлайн будет. Начинающий свое дело, можно идти в конференцию в Алматы. Обязательно, Айганим, обязательно идите. Вы что? Вы за такой небольшой суммой вы слышите, сколько экспертов, сколько людей, которые хорошо зарабатывают. И вы что? Со мной будут вступать четыре мои ученика, которые уже миллионы заработали. Это же здорово. Они каждый из разных областей будут говорить. Свой опыт рассказывают. Это же опыт, это годы жизни потраченные. Мирангес, Мирангес, солнца. Пока, душам быть чисто, не помню. Но, по-моему, либо июля, что ли, либо августы, по-моему, так. Хорошо. Вот. Муни спрашивают, я студент, в Казахстане учусь, что делать. Хорошо учись, дорогой. Если ты студент, тебе повезло больше, чем кого-либо, потому что ты молодой, и у тебя больше шансов. Поэтому, прочитай много моей книги, еще других таких авторов, накопленные деньги, вкладывать в свои мозги, и в каком-то области стать профессионалом. Муни раз спрашивают, Тюмень. Нет, Тюмени пока не. Тюмень, это первый город, где я вступал. То есть, первый город, где я вступал, это стал тренером Тюмени. Так что, у меня в Тюмени, ностальгия. Хороший город. Тренинг в Стамбуле будет в будущем, обязательно будет. Хорошо. Если человек плохо обучает, плохо знает компьютер, все равно имеет смысл, прийти, конечно. не обязательно, чтобы вы компьютеры профессионально знали. Это же можно учиться потом. Продолжайте делать, ходите на тренинг, свое мышление меняется. Когда вы мышление меняете, понимание, стратегия, плане меняется. И тогда о сознании появится, и ты начинаешь учить все то, что ты хочешь. А как по Анталию? Анталия здесь вот к администратору, администратор вам напишет, как, что, чего, через сайт можете узнавать, через эти телефоны. Года два назад мы привели онлайн-вебинар бесплатно на семь дней, что ли. С удовольствием прослушал эти уроки. Спасибо, Маликан. Может, не помню сейчас честное слово. Я за границей сделал эти конференции и на видео покупал. Хорошо. Обязательно, Алина. Обязательно мы попросим, чтобы сделали, чтобы было возможно, в этой конференции будет очень-очень богатый опыт. Я имею в виду, это не конференция, а форум. А по конференции, не знаю, посмотрим. Возможно, онлайн-трансляцию попробуем делать, если там интернет хороший. Большое спасибо всем. Саламу алейкум. У меня очень большой конкуренция в бизнесе, но у меня, во-первых, оборотных средств мало, во-вторых, у меня клиентов очень мало. Я хочу пробиться. Подскажите мне, пожалуйста. Бахит, дорогой, конкуренция везде есть сейчас. Конкуренция везде есть. Нету такой места, где нету конкуренции. Вы езжайте на наш мини-мастер-класс, который будет в Ташкенте, потому что если конкуренции много и так далее, вам нужен мини-мастер-класс для владельцев бизнеса. Вы там как раз найдете, разрабатываете конкурентную стратегию. Вы поймете, как расширить свой рынок. Вы поймете, как поток клиентов создавать. Вы поймете, как два-три раза увеличить свой доход. Идите туда. В Ташкенте будет, по-моему, 3-го числа, что ли, или какого-то числа. В общем, администрация. Пишите, пожалуйста, Бахиту, когда мини-мастер-класс в Алмате или Ташкенте или Махачкале или где там будет. Из Ангрии, на Ташкентской области, спасибо. Поздравляю нас, с Днем Победы. Спасибо. Спасибо. Вы можете пропустить видеозапись. Хорошо. Имеет ли смысл, когда обучается муж и жена? Конечно, Аля. Вообще супер. Вы что, из вот 45 человек, которые у меня учились, стали миллионерами, почти 10 из них, почти семейные пары. Представляете? Все семейные, большинство семейные пары становятся миллионерами. Так что учитесь обязательно. Вот. Я уже читаю ваши книги почти восемь месяцев. Я вижу изменения в своей жизни. Я рад за вас. Я очень-очень рад за вас. Спасибо. Большой вопрос. Если муж не разрешает, как быть, больной вопрос, задаваем большой вопрос. Если можно разрешать, предлагайте мужу вместе поехать. Айганим, вместе идите. Айганим, чтобы учиться. Включите дома YouTube, немножко ходите туда-сюда, где я рассказываю о стратегии мышления богатых и бедных людей, или где я рассказываю 10 шагов, как стать миллионерами сенгеи и так далее. Просто включите YouTube, ходите туда-сюда по дому. Обязательным порядком, через несколько времени ваш муж сам начинает вникать в этих вещей. Огромное количество людей именно так пришли к нам и сказали, что послушайте, вот муж был против. Мы послушали ваш совет, включили YouTube канал, вашей дома ходили. в самом начале это игнорируют мужчины, потом они начнут вникать, это нормальное явление, они начнут вникать, они говорят, о, классные вещи, говорят, давай. Потом со временем они сами будут говорить, пойдем учиться. Аля, где вам удобно, туда идите, мы рады будем. Форум будет в Алмате, мини МКП будут в Астане, по-моему. Добро пожаловать, дорогие друзья. Даже Олжас, если хотите менять свою сферу, пожалуйста, идите, пожалуйста, на этих курсах, чтобы у вас было четкое понимание, куда вы двигаетесь. Всегда надо менять в лучшую сторону. Большое спасибо всем, обнимаю вас, до новой встречи. Жду вас в форуме, в Алмате, жду вас в конференции в Алмате. До новой встречи, ребят. Удачи. Заявку дайте, формируйте, стремитесь стать лучше, стремитесь стать богатым. С помощью Аллаха мы становимся богатыми. Удачи вам всем. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok